Эхосемиотика структурных изменений желчного пузыря и желчевыводящих путей. Часть 2. В первой части рассмотрены функциональные изменения, связанные с дискинезией желчевыводящих путей, часть структурных изменений желчного пузыря и желчных путей, то, что выделено сейчас серым цветом в этом списке, в частности, изменение формы желчного пузыря, врожденное приобретение холецистит, холитиаз. Сейчас нашей задачей является рассмотреть признаки холидохолитиаза, холитиаза, эхографические признаки билярной обструкции, кисты общего желчного протока, полипоз и аденомиамотор желчного пузыря. Начнем с холидоха литиаза. На этом слайде представлена эхограмма, где продемонстрировал мелкий конкремент холедоха, который вызывает приходящую обструкцию. На момент обследования общий желчный проток имеет диаметр 5 мм. Это укладывается в нормативы, но стенка его неравномерно утолщена, а содержимое имеет признаки повышенной эхогенности. Это является симптомом холонгита. Итак, наличие мелких конкрементов может сопровождаться отсутствием признаков полной обструкции, и обязательного расширения. Сам холедох в настоящий момент не расширен. Следующий пример. Мелкий конкремент в дистальном отделе общего желчного протока с выраженной акустической тенью. Несмотря на небольшие размеры камня, акустическая тень ярко выражена. Представлено здесь источник. Изобилует очень хорошими примерами. Адресую. Эта книжка достаточно распространенная. Используйте для расширения примеров всякой редко встречающейся патологии, которые должны быть готовы. А вот это другой источник. Абедоминальная эхография под авторством Бейтса. обращаем внимание, что из предыдущего материала нам узнаваем вот этот отдел, где прямо на нас смотрит центральная такая округлая анахогенная структура это правая ветвь печеночной артерии. И тогда, до этого участка это дуктус гепатикус коммунис, это воротная вена, это нижняя полая вена. А вот сам халедах он расширен, интересно, что на всем протяжении его диаметр больше здесь, чем диаметр общего печеночного протока. И после дистальные уровни расположения конкремента это расширение сохраняется. Это как раз является одной из объясняющих причин, почему признаков явной обструкции, несмотря на наличие конкремента, не было. Вот акустическая тень за конкрементом тоже хорошо различена. довольно крупный винти 11 на 7 миллиметров. Он так расположился, что 7 миллиметров не приводит к существенному расширению. Это только на миллиметр превышает как бы верхнюю границу нормы, да? Но в то же время если сопоставлять с воротной веной, это расширение такое, что диаметр их сопоставим. еще один пример. Здесь конкремент довольно мелкий, но опять-таки с выраженной акустической тенью, и он располагается в области ампулы, будучи неподвижным, вколоченным. Это приводит соответственно к расширению холедоха в виде вот такой воронкообразной структуры, суживающейся к области самого визуализированного конкремента. Еще один пример. Здесь также довольно мелкий конкремент в дистальной части холедоха без явных признаков обструкции. В различных участках диаметр холедоха от 1,8 до до 4,9. То и другое окладывается в нормативы. В то же время присутствие конкремента достаточно демонстративное. Когда мы рассмотрели примеры холедоха или тиаза, позвольте еще дополнительно пару слов относительно технических условий поиска таких конкрементов вот здесь по необходимости поместить изображение в данное поле зрения, они обрезаны в виде прямоугольника. На самом деле это, разумеется, конвексный датчик использовался. Часто с увеличением. Увеличением помним, что может быть достигнуто двумя способами. Методом зуммирования, что является далеко не всегда предпочтительным, потому что качество от этого, как правило, страдает. Либо методом изменения глубины, что тоже ограничивается ситуациями, обусловленными, допустим, выраженной, например, избыточной массы тела у пациента. То есть, надо всегда искать какой-то оптимальный, с меньшей погрешностью для изображения, вариант увеличения изображения, но так или иначе, чтобы искомая область была максимально свободна. И нередко вот эта подготовительная часть настройки аппаратуры для того, чтобы с полной уверенностью сказать, что мы проследили весь халедах во всех четырех его отделах и можем исключить в этих отделах халедо-халитиас как раз обусловлено вот такой повышенной внимательностью к техническому состоянию настройки прибора. Следующий вопрос синдром Меридзи. Про синдром Меридзи говорят в виде двух типов. Тип первый, когда конкремент располагается в шейке желчного пузыря или в пузырном протоке и сдавливает общий печеночный проток. Общий печеночный, не желчный. И синдром Меридзи второй тип, когда конкремент образует при этом пролежим и тогда возникает свищ с общим опять-таки печеночным протоком. Как можно схематически представить синдром Меридзи? Вот на знакомой нашей картинке мы можем указать следующие признаки. Первое, что имеет место вколоченный конкремент в области шейки или пузырного протока. Вколоченный значит он не будет смещаться ни при каких перемещениях пациента. Он располагается всегда неподвижно, как правило вызывает сильный болевой синдром. И такой пример мы схематически с вами сейчас изобразили вот этой цифры один. Где там, где Дуктус Цистикус и Дуктус Гепатикус коммуни соединяются? Смотрите, именно сюда мы расположили этот конкремент. Именно в то место, дистальнее которого образуется холедов. вот это холедах, а там, где единица, где этот конкремент изображен, это еще более проксимальный участок. Второй особенностью является вследствие этого расширения общего печеночного протока и внутри печеночных желчных путей. Вот смотрите внимательно саму картинку. Вот сейчас желчные пути у нас изображены нормального диаметра. А теперь мы видим, что они как бы ретроградно расширяются. Естественно, этот процесс он осуществляется постепенно, не одномоментно, но всегда сопровождается именно расширением внутри печеночных путей. И также сам дуктус гипотикус коммуниц становится демонстративно большего диаметра. Следующий третий признак это отсутствие признаков расширения холедаха. Холедах здесь показан нормального диаметра, в то время как общий печеночный проток вдважды превышает холедах по поперечному диаметру. И наконец, клинический признак, который является непостоянным, может присутствовать, может быть приходящим или отсутствовать вообще, это желтуха. из того, что мы можем увидеть на экране из четырех признаков неподвижный конкремент в области шейки или в пузырном протоке, расширение внутри печеночных желчных путей. Вспомним, что в норме мы не видим расширенных желчных путей. Не видим вообще внутрь печеночных путей в норме. И холедах нормального диаметра. Вот для того, чтобы ответить себе на вопрос есть холедах, есть синдром Меррица или нет, надо последовательно ответить на эти три вопроса. Здесь общий печеночный проток оказывается нерасширенным. Он имеет нормальный диаметр. эхографический пример, не видеопетля. И здесь как раз синдром Меррицы реально присутствует метод. и мы видим, что диаметр общего печеночного протока превышает диаметр вены. А место, с которого будет формироваться общий желчный проток, оно за пределами этого изображения, но так или иначе общий желчный проток в данном случае не расширен. Можем сказать, что Пабло Луис Мериси наш младший современник, он жил относительно недавно. И вот с введением ультразвуковой диагностики постоянное исследование в таких ургентных ситуациях сделало его результаты исследования очень актуальными. Следующий такой принципиальный вопрос, когда мы перечисляем причины мехаллической желтухи, причины обструкции общего желчного протока, мы уже назвали холидохолитиаз, назвали синдром Мериси. Следующим крупным фактором является обструкция общего желчного протока опухолью. Это пример из руководства, который мы с вами уже упоминались. И давайте проанализируем. Вот общий желчный проток расширен очень существенно, превышает по диаметру в несколько раз диаметр воротной вены. Вот эти красные стрелки представляют собой как раз опухолевые массы, которые обтурируют его в панкреатическом отделе. Еще несколько примеров из руководства Иванова. в данном случае мы видим опухоль пониженной эхогенности, которая также обтурирует общий желчный проток. еще более крупных примеров образования, который также вызывает обструкцию в холедах расширения. в данном случае рак головки поджелудочной железы. Вот мы видим неровные очертания с четкими но неровными контурами и рядом приводится еще одно изображение с комментирующей схемой, где все структуры соотнесены с циферблатом. Вот зеленым цветом подкрашен расширенный холедах. Причем интересно, что его дистальная часть расширена в большей степени. То есть это не воронкообразный тип расширения, который часто бывает связан например с обструкцией конкрементом, а наоборот. Сама опухолевая структура, она обозначена буквой С, вот это, и участок, обозначенный буквой Б, мы его можем подкрасить желтым цветом. Это крючковидный отросток процесс унценатус поджелудочной железы неповрежденной. Коричневым цветом мы можем закрасить всю эту патологическую измененную опухолевую ткань. Следующей частой причиной, которую надо целенаправленно выискивать является холангиокарцинома или холангиоцеллюлярный рак. Часто его обозначают аббревиатура как ХЦР. Это новообразование, которое исходит из эпителия желчных протоков, встречается довольно редко. Около двух случаев на 10 тысяч населения наблюдается преимущественно у лиц старше 65 лет, нередко с превалированием мужского пола. Рост опухоли может быть экзофитным, массформирующим, может быть передуктальным, инфильтративным, может быть внутрипротоковым, полиповидным или смешанным. Вот на этом примере показан полиповидный внутрипротоковый тип роста. Мы видим расширение протока и внутри протока опухолевый рост полиповидного типа. особенностью холангиокарциномы является, что, как правило, это опухоли не крупные, они не достигают больших размеров, как правило, сопоставимы с диаметром холедоха холедоха с умеренным его увеличением в пределах до сантиметра. Существует классификация холангиокарцинома в области ворот печени по бисмуту холедоха холедоха часто используют вот такую схему, которая была первоначально использована авторами с разделением на четыре типа. Первый тип это расположение в области ductus гепатикус коммунис выше, чем ductus цистикус. Второй тип ductus гепатикус коммунис вместе с притоками правого и левого долевая долевого протоков. Третий а тип ductus гепатикус коммунис с переходом на правый и три б тип на левый печеночные протоки. И четвертый тип когда все магистральные протоки справа и слева и ductus гепатикус коммунис повреждены. обращает на себя внимание что все эти примеры связаны именно с областью ductus гепатикус коммунис и его притоков. Не с холедохом. Они все располагаются выше впадения ductus цистикуса. И несколько примеров полиповидный тип роста эту картинку мы уже видели. Вот еще одна. Заметно расширение ductus гепатикус коммунис и участок обтурирующий его просвет. гепатикус и еще примеры. 7 на 9 внутрепросветное образование в дистальном отделе общего желчного протока. Эхограмма с использованием зуммирования увеличения изображения. Еще раз вспоминаем что для того чтобы так же как и конкременты внутри холедыха увидеть вот такие мелкие опухолевые структуры требуют настройки аппаратуры перед целенаправленным поиском. Еще несколько примеров. Первое что бросается в глаза что протоки расширены. Картина внутрепеченочные протоки которые не должно быть в нормальной ситуации. И эти протоки они словно бы обрываются где-то. Они не сливаются друг с другом. и только вот такое сопоставление прерывистого неправильного окончания этих протоков позволяет различить изоихогенную опухолевую ткань расположена центрально по отношению каждому из них. То есть именно трудность развлечения обусловлена тем, что ткань в данном случае является изоихогенной. еще пример продольное сечение проксимального отдела общего желчного протока. Здесь речь идет про передуктальный тип роста, переход осуществляется на общий желчный проток с общего печеночного распространяется на общий желчный. Просвет почти отсутствует. Вот этот принцип передуктального роста тоже позволяет заподозрить холангиокарциному. Еще одним примером обтурирующих процессов является первичность склерозирующей холангит. и в качестве примера мы можем увидеть в данной ситуации что происходит выраженное слоистое увеличение стенки общего желчного протока на уровне ворот печени. холангитом одной причиной бильярдной обструкции является обструкция воспалительного генеза. в данном примере основой обструкции послужил острый панкреатит. мы видим поджелудочная поджелудочная железа здесь имеют головку с выраженными неровными нечеткими контурами с множенными гиперхогенными линейными точечными включениями. общий желчный проток здесь сопоставим с воротной веной они практически одинаковы диаметра и при этом он так коносовидно постепенно сужается что отличает вот такое сужение от опухолевого роста на предыдущих слайдах мы видели противоположное что при опухолевом росте происходит в дистальном направлении расширение стенка самого желчного пузыря утопщена это представляет собой пример вторичного холецистита связанного с воспалением органа прилежащего к нему контактного генеза следующий вопрос который мы рассмотрим это кисты общего желчного протока чаще всего в подобном случае используют классификацию тадани вот такую достаточно старую 77 года и я в данном случае привожу пример из руководства рума кодиогностический ультразвук который мы уже упоминали первый тип по этой классификации это диффузная дилатация экстрапеченочной части общего желчного протока смотрите здесь рядом показан такой некрупный желчный пузырь а холедах расширяется больше чем размеры рядом расположенного желчного пузыря при таких кистах достаточно часто трудно исходно сориентироваться с картиной поэтому их нужно всегда подразумевать когда мы видим кистозную структуру рядом с желчным пузырем среди всех вариантов он самый часто он составляет 80% второй вариант кист представляет собой разновидность дивертикула этот дивертикул вырастает из общего желчного протока может имитировать как бы второй желчный пузырь но имеет характерную винти почти под прямым углом шейку которая впадает в холедах третий тип представляет собой так называемые холедоха цели когда имеет место дилатация только интродо-денальной части общего желчного протока протока номер четыре это мультифокальная дилатация внутри печеночных и вне печеночных протоков но если речь идет про внутри печеночную то это не относится кистам общего желчного протока то есть на данном примере строго говоря кисты общего желчного но киста общего желчного она показана вот как это воронкообразное расширение вертиновидной формы в которое открывается желчный пузырь открывается посредством своего докту с цистикус наконец пятый тип нередко называют болезнь карули и строго говоря она не является кистозным изменением самого холедоха а является кистозным изменением вот как тут показано внутри печеночных желчных протоков то есть по классификации тадани получается что четыре чистых типа имеющих отношение к самому общему желчному протоку и пятый тип кистозное расширение внутри печеночных протоков или болезнь карули несколько примеров вот такой пример мы узнаем по этой структуре анехогенной округлой которая обращена в нашу сторону что это правая долевая ветвь печеночной артерии товоротная вена и тогда вот эта измеренная сейчас структура это воронкообразно расширенный холедох расширение этого холедоха достигает здесь 17 миллиметров а вот на области второго курса тоже нормальная величина 3 9 таким образом вот мы видим просто локальное расширение веретиновидного типа что относится к типу 1 в отадане если вспоминать картинку которой мы это изображали это выглядит вот так диффузная дилатация экстрапеченочной части общего желчного протока еще пример аналогичная же характеристика но она выглядит полностью как кистозная структура при крупных размерах мало того может симулировать желчный пузырь еще пример кистозная структура которая на первый взгляд вызывает затруднения с кистой печени дифференциальной диагностики кистой печени как таковой тоже для нас является поводом помнить про кисты холедоха для того чтобы делать тщательное заключение здесь видим ее непосредственную близость к шейке желчного пузыря еще один пример когда такая киста холедоха прилежит к заде к желчному пузырю буквой Г обозначен желчный пузырь и имеет характерную тоже воронковидную форму что касается болезни карли то в качестве примера нередко используют вот такую картину как в правом верхнем углу я поместил на слайде посмотрите в двенадцатиперстную кишку открывается общий желчный проток на котором словно грозди висят расширенные внутри печеночные с огромным количеством кист протоки она представляет собой бильярдную дилатацию врожденную довольно редкое врожденное состояние при котором желчные протоки неравномерно расширены с дивертикулоподобными выпячиваниями эти дивертикулы могут инфицироваться и отделяться от протоков формируя кисты в большинстве случаев вся гепатобилиарная система вовлечена в процесс в той или иной степени заболевание проявляется в раннем детстве в виде симптомов портальной гипертензии но иногда самочувствие остается хорошим до взрослого состояния проявляясь признаками холангита это гистологический пример мы видим расширенные дивертикулоподобные кистозные структуры и отдельные кистозные структуры заболевание наследуется по аутосомно рецессивному типу имеет плохой прогноз в редких случаях является недиффузным ограничивается только отдельными сегментами в таком случае возможно хирургическое лечение с резекцией пораженных сегментов экстрапеченочное белярное дерево часто остается неповрежденным протоком это процесс полностью внутри печеночных протоков что касается примеров ветвей демонстрируется расширение внутри печеночных ветвей вот их видно здесь в поддиафрагмальных участках на данном примере одновременно присутствует асцит количество этих кистозных структур внутри довольно значительное вот это конечная стадия заболевания когда имеет место выраженная неоднородность поренхемы за счет гиперхогенных включений которые распределяются по поверхности среза очень неравномерно следующий раздел который мы рассмотрим полипоз желчного пузыря написано видеопримеры из-за технических трудностей не удается их завести подключить если бы мы их видели сейчас сразу все одновременно работающими то можно сформулировать несколько общих принципов по которым полип можно достоверно дифференцировать от конкремента полипы в любом случае легче чем конкременты и и поэтому могут располагаться на тех стенках применительно которым конкременты должны были бы спускаться если мы говорим про действия силы тяжести один пример один критерий различий самый распространенный и самый бросающийся в глаза пример различий связан с отсутствием дистальной акустической тени позади полипов конкременты дистальную акустическую тень дают и она располагается каждый раз по-разному иногда ее легче заметить отдаляясь от мелкого конкремента в дистальную сторону непосредственной близости она может незаметно быть но позади полипов акустическая тень никогда не наблюдается еще одним отличительным характерным признаком полипов является их склонность к формированию мелкой ножки часто эту ножку мы не можем рассмотреть поскольку она в сечении попасть не может но это позволяет полипу смещаться в полости при перемещениях положения тела в связи с этим полип желчного пузыря разграничиваем полипы полипы на широком основании и на ножке что касается тактики полипы требуют внимательного наблюдения с отслеживанием их размеров полипа существует два показателя которые являются настораживающими появление внутри полипа локуса фаскулиризации при цдк это первый настораживающий неблагоприятный признак и второй связан с быстрым ростом и превышением диаметра величины одного сантиметра до тех пор пока полип не достиг величины одного сантиметра как правило они выражены онкологической опасности не представляют но достижение ими значений одного сантиметра или более тем более в короткий срок является показателем показанием для оперативного лечения следующая патология которая встречается относительно нередко но не всегда хорошо различима при ультразвуковом исследовании поскольку требует внимания к акустическим деталям давайте рассмотрим здесь представлены картинки гистологический пример среза препарата на котором хорошо заметно утолщение стенки желчного пузыря это утолщение стенки обусловлено инвагинацией эпителия желчного пузыря внутрь стенки в мышечный слой вот эти такие дивертикулы инвагинировавшие они получили название синусы ашофора китанского а утолщение стенки в таком месте обусловлено то что номером 2 обозначено мышечной пролиферации пораженные участки в таком случае представляют собой локальное утолщение стенки в сочетании с внутренними внутристеночными мелкими кистозными полостями располагаться это может по-разному и приводит либо к так называемому фундальному аденомиоматозу когда в области дна формируется такое расширение с феноменами хвоста кометы отходящими от области расширенной зоны другой пример тоже бросающийся в глаза представляет собой аденомиоматоз по типу песочных часов когда равномерно или неравномерно расширенные отделы желчного пузыря они разграничиваются вот такой гиперплазинрованной мышечной стенкой с синусами ашофа ракетанского располагаться аденомиоматоз может отдельными фрагментами такими очагами и вот несколько примеров вот одним из таких доказательств служит феномен хвоста кометы мы видим здесь повышенной эхогенности такой акустический феномен позади артефакта гиперплазинного внутристеночного здесь их несколько идущих параллельно аналогичным образом очень наглядная характерная картина здесь нет феномена хвоста кометы потому что стенка существенно утолщена и жидкостное содержимое оказывается за пределами этого утолщения таким образом отличительной особенностью мы расцениваем именно артефакты хвоста кометы вот сами эти гиперхогенные включения внутри нередко описывают та же как холестероловые полипы холестероз желчного пузыря но если они образуют вот эти в полости пузыря феномены расположены как повышенной эхогенности такая зона в дарзальном направлении это является очень четким дифференциально диагностическим критерием в пользу очагово аденомиаматоза еще пример используется терминология когда это достаточно крупные очаги по типу аденомиомы чаще всего это располагается в области дна желчного пузыря первоначально основной графический симптом это кистозной полости иногда с гиперхогенным содержимым пример пример сегментарного аденомиаматоза представлен ситуацией когда часть желчного пузыря подвергается гиперхогеном облитерации облитерации за счет того что здесь появляется тканевая структура и кистозной кистозной полости иногда внутри таких кистозных полостей различимы опять гиперхогенные включения с хвостом кометы так или иначе приведенные примеры являются примерами гиперплазии по типу синусов ашофа ракетанского на этом уважаемые коллеги мы эту часть завершаем мне нам повезло я думал что у нас уже видео пример не удастся рассмотреть но вот позвольте продемонстрировать как раз характерную особенность стенка выраженно утолщена передняя стенка достигает 4-5 миллиметров а в области дна 6-7 миллиметров если бы не было двух вот этих феноменов связанными с хвостом кометы вот здесь давайте посмотрим вот он идет то дифференциальная диагностика была бы весьма затруднительной уже вторым дополнительным фактором для дифференциальной диагностики являются вот эти гиперхогенные включения в самой стенке это то что постепенно будет связано с формированием включения холестерола но сейчас это внутри мелких кистозных расширений вот пока просто густое гиперхогенное содержимое еще один пример что мы можем показать здесь прежде всего то что опять-таки по дарзальной стенке имеет место неравномерное ее утолщение значительное количество таких гиперхогенных включений с хвостом кометы если использовать выраженное зуммирование то в таком случае вот в этих гиперхогенных точечках мы заметим что это внутристеночные кистозные полости и в некоторых из них части из них пустые а в некоторых из них имеют место вот такие гиперхогенные точки позади которых хвост кометы образуется вот этот феномен нередко он бывает один единственный позволяет четко распознать именно механизм самого нозологического процесса еще один пример он интересен тем что здесь два процесса соседствуют такое бывает в жизни нередко когда конкременты соседствуют с полипами конкременты соседствуют с аденомиематозом здесь очень мелкие конкременты собраны в такое скопление которое смещается при движениях от надавливания датчиком и формирует такую очень густую дарзально-акустическую тень а при этом в области дна вот тут имеет место выраженное утолщение до 7 местами 10 миллиметров стенки локальная и это утолщение неоднородной фаструктуре внутри этого утолщения наблюдаются как кистозной полости так и отдельные гиперхогенные точечные включения а если мы внимательно будем смотреть вот здесь местами проглядывает одна единственная один единственный артефакт хвоста кометы который вот сейчас он был проникает почти до середины полости желчного пузыря значит это фундальный аденомиоматоз очаговый он затрагивает не всю стенку только только в области дна и участок дорзальной стенки и тут же присутствует скопление мелких конкрементов при этом заметно что сама стенка утолщена не за счет калькулезного холецистита то есть это не ее слоистое изменение а вот это утолщение обусловлено наличием мелких синусов мелких расширений внутри самой стенки содержащих жидкий секрет еще разок примеры к такой литературе где собраны многие хорошие визуальные образцы особенностью этой патологии является то что многие из них встречаются довольно редко в нашей практике но если мы их не ожидаем встретить то в том случае когда они нам попадаются мы их не узнаем поэтому такие проблемы как синдром мериться как холангиокарцинома как кисты общего желчного протока как аденомиоматоз они с определенной периодичностью встречаются и требуют от нас полного внимания спасибо спасибо Продолжение следует...